90-е вернулись. В Москве взорвали джип Land Cruiser. Трое россиян погибли при крушении судна. Госдума приняла закон, после которого депутатов проклинает вся Z-общественность. Это новости воздух на канале Ходорковский Live. Сейчас коротко о главном. Утром в Москве во дворе дома на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным Интерфакса, взрывное устройство находилось под водительским сидением. Автомобиль принадлежит полковнику Генштаба Вооруженных сил России, сообщил Интерфакс. По данным СМИ, в автомобиле находился Андрей Таргашов и его жена Майя. Поначалу телеграм-канал Астро утверждал, что Таргашов работает заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи в Московской области. Однако, судя по всему, в момент взрыва в автомобиле находился тезка Андрея Таргашова. Он не связан с воинской частью спутниковой связи, хотя тоже служит в вооруженных силах. Мало того, что полные тезки, так у них еще и совпадает год рождения – 1974-й. Только отчества отличаются. Пострадавший служит в воинской части ГРУ, утверждает агентство. Следователи установили личность подозреваемого, однако не разглашают его имя. Источник телеграм-канала 112, близкого к силовикам, говорит, что за диверсией стоят украинские спецслужбы. Уже точно известно, что подозреваемый успел улететь в Турцию. Глава ФСБ Бортников говорит, что ведет переговоры с официальной Анкарой, однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев не имеет отношения к случившемуся. Госдума приняла законопроект, который возбудил Z-общественность. Депутаты дали командирам право арестовывать на 10 суток бойцов, попавшихся на использовании определенных электронных устройств. Опасными объявлены функции подключения к интернету, записи видео и аудио, передачи геоданных. К словам, запрет затрагивает практически все гражданские смартфоны, планшеты, дроны и многое другое. Некоторым законодателям пришлось практически сразу после голосования пообещать борьбу с перегибами. А депутат генерал Картополов обрушился с критикой на тех, кто посмел выступить против этого закона. Коллеги, те, кто поддерживает и голосует за этот закон, те голосуют за порядок, за дисциплину. Вам командиры в поезд поклонятся за то, что мы его примем. А те, кто не поддерживает и голосует против, они голосуют за пьяниц, за нарушителей, за самовольщиков, за профи-беспредельщиков. Голосуйте дальше! А теперь об изменениях внутри самой Москвы. Собянин переименовал площадь Европы в Москве в площадь Евразии. В Москве площадь Европы возле Киевского вокзала теперь носит новое название. Постановление об этом подписал мэр столицы. Причины решения не уточняются. Площадь была открыта в 2002 году как символ единства Европы в рамках совместного проекта России и Бельгии. Как вы думаете, Киевский вокзал теперь переименуют? Если да, пишите свои варианты в комментарии. А вот у другого российского города, впрочем, тоже легендарного Мценска, проблема куда серьезнее. Телеграм-канал «Осторожно новости» рассказывает, что в центре населенного пункта в Орловской области горы мусора, а из-за жары запах становится невыносимым. По словам местных жителей, проблемы с мусором начались еще в 2019 году, когда в городе появилась управляющая компания «Зеленая роща». С тех пор в Мценске очень грязно. Зеленую рощу периодически штрафуют за переполненные баки, но это не помогает. В 2024 году, как рассказывают жильцы, стартовал проект строительства «Мценская верста» и стало еще хуже. Из-за благоустройства исторического центра мусора стало только больше. Три российских моряка погибли при крушении рыболовецкого судна «Аргос Джорджия» близ Фолклендских островов в Атлантическом океане. Еще четырем россиянам удалось спастись, один числится пропавшим, сообщила представитель МИД Мария Захарова. Всего на «Аргос Джорджия» находились 27 членов экипажа. 8 россиян, 10 испанцев, 5 индонезийцев, 2 уругвайца и 2 перуанца. Королеву марафонов оставили под стражей. Мосгорсуд решил, что бизнес-тренер Елена Блиновская должна быть за решеткой до 19 августа. На заседании она уверяла, что не собирается никуда уезжать из России. Также Блиновская напомнила про мужа на СВО, чьи результаты труда, как она заявила, даже показали президенту. Однако суд эти доводы не впечатлили. Напомню, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму почти в полтора миллиарда рублей и отмывании 43 миллионов. Немного о международных новостях. Кандидат в президенты Дональд Трамп вызвал вице-президента США Камалу Харрис на дебаты. Они пройдут 10 сентября на ABC News. Трамп настаивал на том, чтобы встречу транслировал более консервативный, по его словам, телеканал Fox News. ABC он назвал посмешищем, но добавил, что готов участвовать в дебатах где угодно. Главнокомандующий ВСО Александр Сырский дал большое интервью британскому изданию Guardian, в котором, среди прочего, рассказал, что у Киева есть реальные планы по возвращению Крыма. Цитата. «Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на страдающих оккупированных территориях». Конец цитаты. Сырский отметил, что после серии украинских атак Россия была вынуждена полностью выйти из порта в Севастополе. Удары беспилотников и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки. Целью Украины является уничтожение Керченского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Россией. Напомню, накануне дрон атаковал паром, который находился в порту Тамани, собирался в Крымскую Керчь. Сейчас, друзья, попрошу ваши лайки, ведь ваша активность помогает нам шире распространять информацию. Так работают алгоритмы Ютуба. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, главное, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok